всем привет дорогие друзья у нас здесь приготовьте свои священные зажимы для борьбы с ящерами у нас здесь сергей павлович против александра волкова зачем почему священный сварок дорогой перун за что свел двух славян в этом бою насмерть нет среди среди их с ящерами окаянные нет не хочу хочу вот ящер окаянные смели двух братьев славян чтобы они устроили славянский обстрел спермой друг против друга а нам это надо нам это зачем один четвертый другой шестой ну деритесь со всеми остальными там славян так нет вот ну что сказать оба достойные сыны своего народа оба оба на что будут у нас платной группе до разобраны у нас есть два варианта этого до бойцовских убиленных налетиков где рома для вас обширно описывает ситуацию боя и рассказывает потом он его видит и обзору обзор разбор альтернативы которому никогда и нигде не будет и нет да вот это называется байдер сутку в диванах аналитиков он есть телеграм канале есть vk вот но есть готовые ставки такой вариант подходит самым любим любимым нашим подписчикам да вот такой вариант есть телеграме и в на бусте да вот телеграме на все как бы турнира на бусте одна ставка в неделю чтобы не париться да вот ну что сказать здесь александр волков да у нас есть да у нас и сергей павлович менеджер арсеницем роман роман привет сюда я рад всех приветствовать ну действительно на этой неделе у нас пфл белотор и ю и все вот эти турниры в бойцовском клубе будут разобраны пфл уже разобран лежит буквально вот я уже полностью белотор прононизировал прям сегодня он уж там точно будет и юси и каждую неделю до эссе и там все что интересно вот contenders series и ей что вы понимали я уже просматриваю когда на сессии скоро начнутся через несколько недель я уже просматриваю смотрим мне интересно вот а поскольку я большой энтузиаст да вы вы можете просто заранее про всех бойцов тоже все знать и все понимать когда они уже приходят в юфте так что вылком бойцовский клуб ну и поговорим сейчас да про вот этих вот ну как бы здесь комэйн да здесь огромные бойцы здесь ребята которые в основном стоят стойки очень тяжело бьют но относительно один как быть потяжелее до другой не так тяжело но тоже тяжело то что они большие поэтому мы наверное ожидаем в бою какую-то зарубу яростную правильно же сенатор какой-то вот какую-то стойку интересную и нокаут да наверно какой-то на самом деле мы увидим сумасшедшую пластичку залупы от кого-то удушающий прием хуем вы понимаете о чем речь да ну идеологически да в этом есть смысл потому что они все-таки очень долго есть и утренировались до жили вот встречались за все таки как бы как бы ты там не хотел соперника победить убить здесь он как бы подсознательный такой когда хранитель он будет стоять хотя конечно по разным бывает мы помним мир бой двух друзей тревиса брауна против андрея орловского да они захуялись так что просто больше уже не встанешь и после этого с этим же больше не дружили никогда очень указательный момент значит для меня все всегда с детства эталонное противостояние двух друзей ну ты сам понимаешь артура гати микки ворд ну вот как бы туда был предохранителей нету вот ну увидим мы все равно что будет у них подыкать или не будет да он как бы пунктик такой у меня стоит на любой даже ну и в целом какой вообще самый вероятный исход исход сам вероятно такой что павлович выйдет ёбнет придет домой и мы сразу как бы делаем акцент на чем кто вообще волкова врубал ему так по листу давай смотри на листом до листом они так нашел а субы большому счету никто ну по большому счету никто то есть дык люс да вот типа ну типа ну типа ну типа что 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 не так что не так что не так с этой вырубкой просто страшных сумасшедший в общем мысли какая мысли такая что в целом его конечно так легко вырубить как может показаться но его можно вырубить а значит что павловича но сделать это достаточно реально это описывает шанс но есть как бы некий вариант развития событий да что волка поет борьбу и я думаю что господин павлович об этом хорошо оседомлён вот в целом павлович считается как бы базовым борцом да он там по он грегори каримид да он выступал там по самбо не знаю занимал он не занимал но он выступал и в целом надо сказать что у него до опыт есть но его борьба ну типа его грейплинг он достаточно низкого уровня из того что я видел но перевести его в партах пока еще никто особо не мог да то есть ни у кого руки так скажем не дошли ну кроме алистера верима которая сумасшедшую подсечку за лук и взял сначала значит он прижал его к сетке повисел и вообще это рабочая схема до сих пор я думаю что александр волков это вполне понимает вот ну и как бы здесь есть несколько опций да то есть либо павлович срубает до либо волков делают сумасшедшую подсечку ну как будет выходит фото да вот павлович волков хорошем настроении они держат большие пальцы вверх да они улыбаются и как-то но это все выглядит очень странно то есть зачем вы деретесь но вообще я бы за волкова подболел честное слово как бы вот именно из-за кэфа именно из-за того что его там сильно списывают да а он как бы не хуёвый такой напор набрал да то есть он после того как раз пеналу поиграл он вышел выключил жестко раз инструктор там ранее снова но ну там потряс конкретно выключил забил точнее до романова и сдушил ты у вас ночи легко прошелся по трем кентам да и там тем кентам кентам вот ну и в принципе то есть ну да павлович может вырубить может а если вырубит вот расскажет все все понимают тем более работа да такая в общем роман волков сказал что он не выиграл ни одного спарринга с половичем каждым ударом павлович отправлял в нокдаун вот что я вот сейчас я я и откровенно говорю серьезно я считаю получил вырубит если будет ну типа нормальный реальный бой да там без вот эти вот дружеской херни там без джиу-джитсу до от павловича имеют от павлович я считаю он срубит волков но смущает меня те те моменты что павлович выкладывай до фотографии про что я сейчас на сенатора прикалывал да из клуб бразильского джиу-джитсу в москва-сити а что вы там делаете мистер павлович а с какой целью вы туда приехали чего там типа вы что вы собираетесь бороться и там что сабмитить господина волкова не хотите вырубать его хотите за сабмитить его ну может быть может быть всякое бывает да ну и и соответственно тоже если мы смотрим что там волков выкладывает тоже что там борьбу какую-то выкладывает вы что вообще хотите за от этого боя я не понимаю типа что сенатора этот выйдет павлович выйдет будет на волкова заползать там спину забирать волков он будет проход в ноги делать или что и чтоб что будет сумасшедшие какие-то вещи на самом деле выкладываются и непонятно да но но так мы здесь видим фаворитом павловича да за 144 волков за 2 и 85 мне не нравятся такие кэфы я сразу люди по ну что это вот мы уже много раз говорили да с тобой про павловича что мы ни хрена не знаем что будет юси после первого мы просто не знаем может все норм может он отработает три раунда да сколько там них раунду эти три раунда да может он отработает три раунда но мы блять но мы не знаем мы не видели мы увидели в там в этом файт-найт с мохнаткин даст затяжной бой где они ходили гипнотизировали другу типа вообще ничего не делали поэтому здесь вопрос вопрос очень много и на мой личный взгляд человек который выходит всех вырубает в первом там за 1 на 4 против человека как у которого с кардио точно все норм но и но это неинтересно это не интерес здесь здесь по-хорошему вообще если у с точки зрения стал по-хорошему здесь надо волкова брать по-хорошему вот но как бы моя аналитика говорят что его срубит есть если все норм если будет настоящий без всякой дружеской этой херни вот поэтому тут уж друзья опять же вы либо вы сами своей головой думаете да либо обращайтесь к нам а мы уже там с точки зрения ставок придумаем варианте к нашем канале go to the moon да в telegram канале закрытым составками вот а так если оценивать кэфы мне не нравится да я считаю слишком мало на павловича вот если оценивать как может пройти бой ну и допустим если не срубает павлович мне кажется что волков попытается его переводить я практически уверен что он будет делать вот сможет или нет это другой вопрос то что волкова переводы ну такие знаешь по-разному бывает иногда мы видим что он там дэрик ой дэрик льюис что он этого блять киртиса блейд за до перейхал неожиданно просто такой здравствуйте вы здесь борец да вот а бывает что вот он от чел сколько он там два метра до 200 сантиметров сгибается вот в такую вот горбатую дугу до двухметровую и идет на соперника ну как бы с таким переводом мне кажется может быть серьезная проблема да если так пытается по павловичу делать поэтому такой с вариантами бой если затянется наверное наверное у волков больше шанса но это лишь предположение потому что мы мы не знаем как будет павлович себя чувствовать в втором третьем раунде мы лишь можем предполагать типа ну если затянется то волков ну наиболее вероятно но не факт да вот а так конечно павлович либо срубит да либо волков на дистанции учитывая что павлович готовится к джит если серьезно он скорее всего готовится к защите да от каких-то там болевых удушающих которые волков может сделать но это по идее правильно но до этого может и не дайте вот так что с точки зрения ставок ничего здесь не могу посоветовать я повторюсь по-хорошему волков если вот так хладнокровно вы так оцениваете мое видение павлович нокаутом ну в целом я согласен что ну реальные шансы намного больше именно павлович нокаутом потому что ну волков переведет к спарта это прямо из разряда сказки на ночь да потому что господина павловича не перевели такие мастодонты борьбы там да как будет как шамиль абдурахиму да ну как бы не мастодонты а муж обосраться муха ну хорошо борется нормально может бороться может привести может законтролировать да вот но опять же если работать как бы если он увидит что многие встали определенным образом да то почему нет да ну как бы очень реальные шансы на это поэтому пишите мне в комментариях разбор полного карда и все батюшском клубе диванов аналитик всем пока